Мы снова всех приветствуем. Я вижу новые лица, по крайней мере для меня это так. Итак, добро пожаловать, шаббат шалом. Благодарю вас за ваше радушие и гостеприимство. Но сейчас, этим утром, мы вновь рассмотрим пророчества Библии, так как мы сейчас наблюдаем финальные события их осуществления. Я вновь приглашаю вас преклонить колени вместе со мной, кто может. И мы пригласим Господа быть среди нас, чтобы Он помог нам и направил нас. Наш любящий Небесный Отец, без Тебя мы ничего не можем. Мы также не можем понимать Твое Слово. Ты сказал, что Слово Твое духовно, и так как мы смертны, мы нуждаемся в Твоем божественном посредничестве. Отец, мы будем преломлять Слово жизни и молим Тебя, чтобы Ты дал нам понимание, которое нам необходимо. Даруй нам глазную мазь. И я также молю, чтобы в результате преломления этого хлеба, совместного времяпровождения и поклонения Тебе, которое мы будем делать в Духе и Истине, наша жизнь также была преобразована в образ Сына Твоего. В Его имя мы молим. Аминь. Те, кто был здесь с нами в прошлую субботу, то помнят, что мы рассматривали тему под названием «Времена отрады». И я хочу начать с того, на чем мы закончили, с текста, который мы уже рассматривали, из книги Деяния, 3 глава, 19 стих. Мы с вами и в самом деле живем в последние дни. И призыв, который мы находим в 3 главе Деяния, 19 стихе, был не только призывом к покаянию, но также и призывом к подготовке, потому что Бог желает, чтобы каждый из нас в отдельности, в первую очередь, пришел к Нему, чтобы узнать Его как Своего личного Спасителя. Для Него и Ее. Итак, обратите внимание в 19 стихе. Какие первые слова мы здесь видим? «Покайтесь». Итак, «покайтесь». И что дальше стоит? «И обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». Так к чему здесь нас призывают? «Покайтесь». Почему? И затем «обратитесь». Почему? «Чтобы загладились грехи ваши». И что еще? «Да придут времена отрады от лица Господа». Что это за времена отрады? Что это? Это поздний дождь. И как я уже упоминал, ни один человек получит поздний дождь для себя. Когда мы смотрим на структуру второй главы Деяний, предыдущей главы, мы видим общее тело, которое получило ранний дождь, верно? Была группа, которая получила ранний дождь, но их было немного. И все же, есть работа, которая изначально проходит индивидуально. Когда мы индивидуально покоряем себя Иисусу Христу и каемся, потому что этот призыв к покаянию здесь — это то, что происходит индивидуально. Каждый из нас должен пройти через это, а затем Бог соберет верный остаток всех вместе, как это сделал и Христос, когда был на земле. И, кстати, по ходу сказанного, мы знаем, что повтор зависит от первоначального. Еще раз. Повтор зависит от первоначального. Вы знаете, что в Библии это часто встречается. Сначала говорится о чем-то, а затем это повторяется. У нас есть другое выражение для этого. Звучит это примерно так. Повторяй и расширяй. То есть сначала говорится что-то, а затем это повторяется, чтобы мы могли понять это. Итак, опять же, по ходу сказанного. Есть работа, которая должна быть сделана индивидуально, а затем Христос повторит то, что сделал тогда, когда Он пришел к народу со словами «Следуйте за Мною». Он собрал воедино верный остаток под Своими крыльями. Также стоит в голове держать следующий вопрос. Где были те люди, когда Христос пришел к ним и сказал эти слова «Следуйте за Мною». Мы можем дать множество ответов, где они были. Некоторые, как, например, Петр, Яков и Иоанн, они были рыбаками. И тогда Христос подошел к ним с этими словами и сказал «Следуйте за Мною». Матфей же, например, был мытарем. Его также называли Леви. Он был мытарем. И Христос подошел с парой слов. Еще раз, что Он сказал? «Следуй за Мною». Он больше ничего не говорил этим людям. Он ничего не говорил о том, чтобы они подумали об этом, пошли домой, поговорили со своей женой, детьми, семьей, со своим отцом об этом. Нет. Он сказал «Следуйте за Мною». И Библия пишет, что они оставили все, все, чем обладали, все, и последовали за Христом. Вот что значит. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это личное дело каждого. Для того, чтобы следовать за Иисусом, должна быть сделана жертва. Они пожертвовали многим ради этого. Покайтесь. Почему? Потому что мы желаем войти в царство. «Покайтесь, потому что Царство Небесное, как описывается в Бытие 1 и 2, как минимум в начале этой главы, это место совершенного мира, где не будет греха. Аминь. Где не будет смерти, как об этом говорит нам 21-22 глава Откровения, где не будет скорби, где мы будем жить в присутствии Святого Бога. Поэтому грехи должны быть очищены из жизни каждого из нас, индивидуально». Вот что Уайт пишет из «Знамений времени» за 28 ноября 1900. О чем говорится? «Великий кризис ожидает народ Божий. Великий кризис ожидает мир. Самая значимая борьба всех времен предстала пред нами. События, основывающиеся на авторитете пророческого слова, и которые уже более полувека провозглашаются как грядущие, сейчас разворачиваются на наших глазах. И вопрос о соблюдении воскресного дня приобрел общенациональный характер». И обратите внимание, о чем говорится дальше. Готовы ли мы к тому, что следует с воскресным движением? Так, готовы ли мы? А каков призыв? Давайте вернемся к 19 стиху. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». И эти времена отрады — это излитие Святого Духа в последние дни. Это поздний дождь для нас. И это произойдет, когда это движение по соблюдению воскресного закона будет на носу. На это время Божий народ уже будет готов. Еще раз. Его люди уже будут готовы получить излитие Святого Духа, готовы выполнить завершающую работу для Иисуса Христа, дать последнее предупреждение миру. И сейчас, если бы Бог напрямую сказал вам «Безмысленно сомнение с вашей стороны», если бы вы знали, что сам Бог говорит с вами «Безмысленно сомнение», если бы Он сказал вам «Я дам вам еще 15 дней, чтобы привести себя в порядок», то что бы вы делали? Если бы вы и в самом деле знали, что это голос Бога, который обращается к вам, «Я дам вам еще 15 дней, чтобы вы стали делать с этими 15 днями», вы бы привели себя в порядок? Так что бы вы еще делали? Сказали бы вы, «Хорошо, 10 я потрачу на вечеринку, а остаток из этих 15, эти 5 дней, на подготовку». что бы вы сделали с этими 15 днями? Вы знаете, держа это в голове, позвольте, я покажу вам, что вдохновенное перо говорит нам здесь. Обратите особое внимание, это и свидетельство для проповедников, страница 200, параграф 2. «Нас ожидает торжественное серьезное время, и к концу времени трудностей станет все больше. Будет… А чем пишется дальше? Передышка, «Ненадолго». Ну, такое передышка. Это небольшой перерыв, верно? Вы помните, что я только что говорил о 15 днях? Это небольшой перерыв. Если бы вы знали, что у вас есть небольшой перерыв перед начертанием зверя, который, как мы уже говорили, является финальным тестом для адвентистов 7 дня, для тех, кто привержен четвертой заповеди соблюдать субботу, если бы вы знали, что у вас есть всего 15 дней, то что бы вы делали с ними? Я должен вам сказать, что Бог даровал нам этот год, 2020, как небольшую передышку. И знаете, почему я так говорю? Как многие из вас слышали о 14 мая 2020 года? Вы слышали о всемирном пакте, который Папа собирался, я сказал, собирался, подписать со всем остальным миром 14 мая, который является чем? Воскресным законом, которому призывает Папа. Но опять же, что если бы я сказал вам, что Господь даровал вам и мне небольшую передышку, то что бы вы стали с ней делать? Обратим особое внимание. Это из новости Рима. И что в заглавии? Коронавирус побуждает Ватикан отложить, какое слово используется? Отложить, два великих мероприятия. И что это за мероприятие? Это то, о чем мы только что говорили. Одно связано с экономикой, а другое с воскресным законом. Что ж, чтобы предоставить вам больше информации о 14 мая 2020 года, о том, каков был план для него, давайте обратим внимание на следующее заглавие. Это из LiveSite, то есть это статья с католического сайта. Здесь сказано, Папа Франциск призывает к новому отчему надгосударственному органу для обеспечения соблюдения целей ООН. В четверг Папа Франциск выступил с новым сильным толчком, какое слово стоит? к глобализму. И повторюсь, помните, это из LiveSite, католического веб-сайта. Прочитаем еще раз. В четверг Папа Франциск выступил с новым сильным толчком к глобализму, призвал создать надгосударственный а о чем говорится дальше? Вы понимаете, о чем нам это говорит? Повестка Дня Папы, повторюсь, это католический источник, они говорят нам, какой на самом деле является Повестка Дня Папы. И я уже показывал это раньше, и также слова других католиков, которые против этого Всемирного Пакта, образовательного Всемирного Пакта, который продвигает Папа. И также есть монахиня, которая в сущности даже говорит, что это исходит от самого дьявола. И помните, что говорится в Откровении 18.4, что где у Бога есть его народ? В Вавилоне. Народ, который он призывает выйти из Вавилона. Что ж, давайте посмотрим. Еще раз прочтем. В четверг Капа Франциск выступил с новым сильным толчком глобализму, призвав создать надгосударственный юридически учрежденный орган для обеспечения соблюдения целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития и осуществления политики в вопросе изменения климата. Папа сказал, когда надгосударственное общее благо полностью определено, то появляется необходимость в специальном юридически учрежденном органе, способном содействовать его реализации. Что такое общее благо? Те из вас, кто уже был на наших некоторых встречах здесь, общее благо это воскресный закон. Вот к чему Папа здесь призывает. И вот еще одна статья из Дейли Вайя. Папа Франциск приглашает политических лидеров подписать Всемирный пакт. И это было опубликовано 16 сентября прошлого года, 2019. Это было в том месяце, когда Папа пригласил весь мир подписать Всемирный пакт. И дальше здесь говорится. Глобальное мероприятие, которое должно состояться в Ватикане, когда оно должно было состояться? 14 мая 2020 года, носит название «Переосмысление Глобального Образовательного Альянса». 12 сентября Святой Отец в кавычках Святой Отец сказал в видеообращении, что Всемирная Солидарность может быть достигнута только посредством Глобального Образовательного Пакта. Приглашение Папы к Глобальному Пакту перекликается с чем? С его недавним заявлением о том, что общее благо стало глобальным. Общее благо стало глобальным. Что значит, чтобы воскресный закон стал глобальным. Вы понимаете? Нам необходимо расшифровывать подобные заявления. следовательно, такова была идея, которая стояла за Всемирным Пактом, что должен был быть подписан в этом году, 14 мая 2020. Еще раз, что нам здесь пишет Эллен Уайт? Будет передышка. Небольшая передышка была нам дана, но ненадолго. Бог приоткрыл нам небольшое окно для возможности покаяться, как нам об этом говорит Библия в 3 главе Деяний 19 стихе. Время отрады приближается. И эта повестка дня по вопросу климата очень явно продвигает себе воскресный закон, и сам Папа сказал об этом в своей энциклике Лаудата Си в пункте 237. Это призыв к соблюдению воскресения и причастию к Евхаристии. Это явно. И обратим особое внимание, это было в прошлом году. И тогда Папа планировал на этот год, на 14 мая. Но обратите сейчас внимание, это из католического журнала, с еще одного католического веб-сайта, за 3 марта 2020. Что говорится в заглавии? Всемирный договор по образованию Папы Франциско был отложен до октября. «Небольшая передышка была дана мне и вам». Смотрите, давайте продолжим читать. «Глобальный договор по образованию Папы Франциско стал ключевым событием, предложенным Папой для 2020 года и пострадавшим от чего? От коронавируса. Теперь его перенесли с мая на октябрь. В своем заявлении Конгрегация Католического Образования заявила, что решение было принято из-за неопределенности, связанной с распространением коронавируса и потому, что она желает предоставить возможность для максимально широкого и безмятежного участия. То есть, в результате коронавируса и, полагаю, некоторые из вас уже знают если вы следили за информацией, связанной с коронавирусом в новостях, то вы знаете, что некоторые страны, как, например, Италия, ввели ограничения. Между прочим, это является одной из причин, почему я все еще здесь, в Австралии, так как я должен был быть в Италии. Но у Бока, видимо, есть другие планы, верно? То есть, как и Папе, кое-что воспрепятствовало мне путешествовать. Но существует и зловещий момент за всем этим. И в то же время я верю, что Бог даровал мне и вам, своему народу, немного времени, чтобы привести себя в порядок. Возможно, если бы Бог позволил этому всемирному пакту быть подписанным в этом мае, то вы и я могли бы быть не готовы к этому. Потому, как мы уже говорили, что воскресный закон является завершающим тестом для адвентистов седьмого дня. И когда это произойдет, опять же, как вдохновенное перо нам об этом говорит, большинство адвентистов седьмого дня оставят веру. Не физический церковь, а веру. И я покажу вам кое-что через минуту. Давайте продолжим читать. Дальше говорится. Образовательный пакт, о котором Павла Франциск сказал в прошлом месяце, что он является призывом к восстановлению города образования и который должен быть революционным и направлен на преодоление чего? Разногласий и антагонизма. Давайте остановимся. Какая идея стоит за этим всемирным пактом? Объединиться, верно? Что является противоположностью разделения? Что? Единство, верно? И это ключевое слово здесь — единство. То есть, другими словами, Папа хочет объединить весь мир под своей властью. 13 глава, Откровение. Третий стих должен прийти нам на ум. «И дивила вся земля, следя за зверем». И дальше говорится. Должен был состояться 14 мая с рядом дополнительных мероприятий с 10 по 17 мая. Теперь же мероприятие состоится с 11 по 18 октября, а подписание пакта назначено на 15 октября. Все должны подписать этот пакт. Понимаете? Все должны подписать его. мероприятие примут участие представители религий. Понимаете? Это экуменическое движение. Никаких разделений, единства объединятся вместе. Это значит, что вы должны оставить свою веру о субботе как о седьмом дне. Потому что за этим движением стоит воскресный закон. Соблюдение воскресного дня. И дальше. Международных организаций и различных гуманитарных учреждений академического, экономического, политического и культурного мира. Продолжим. Объявление последовало за переносом 1 марта собрание Васизи Папы Франциско Экономика Франческо, которое было отложено по той же причине и перенесено с 26-28 марта на 21 ноября. В этом мероприятии примут участие 2000 молодых предпринимателей и экономистов из 115 стран. Оно имеет цель создать общий завет для глобальных изменений и дать душу экономике завтрашнего дня. Участие должны принять люди разных вероисповеданий и национальностей, вдохновленные идеалам чего? Братства особенно внимательным к бедным и обездоленным. Что сказал Иисус? Следуйте за Мною. А что говорит Папа сейчас? Следовать за Ним. Продолжим читать. Оба мероприятия, которые отображают собой виденья Папы Франциска для общества и мира, направлены на содействие чего? нового гуманизма, братства и интеграции вне зависимости от религии. Оставить различия в учениях и объединиться в соглашении с Папой. И помните, что это касается не только глав государств, которых он призывает подписать этот Всемирный Пакт. Но мы только что прочли, что даже религиозные лидеры, ключевыми словами здесь являются новый гуманизм, братство и интеграция. И те, кто посмеет выступить против папства, то, как нам говорит Библия, откройте сейчас книгу Откровения со мной, 13 главу. Те, кто не будет соглашаться с подписанием Всемирного Пакта, после того, как Библия в 3 стихе описывает, что смертельная рана исцелела и делилась вся земля, следя за зверем, она говорит, «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Обратите внимание на эти два вопроса здесь. Кто подобен зверю сему, когда все соберутся вместе, чтобы подписать этот всемирный пакт, то вопросами будут, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И в 5 стихе, «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца, и отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить его имя и жилища его и живущих на небе». И что он будет делать дальше? В 7 стихе, «И дано было ему вести войну со святыми и побеждать их, и дана была ему власть на всяким коленом и народом и языком и племенем». то, что произошло во время темных веков с 538 по 1798 1260 лет повторится вновь. Преследование против верных Божьих, в особенности, когда мы говорим о вальденцах, которые соблюдали заповеди Божьи и веру Иисуса, которых выслеживали, убивали и избивали просто потому, что они желали оставаться верными Богу и Его заповеди, соблюдая субботу. Вот что пишет нам вдохновенное Перу. Свидетельство для проповедников, страница 364, параграф 3. «Люди быстро становятся под знамя, которое они избрали, с беспокойством наблюдая за движением своих лидеров. Одни бодрствуют, обретите особое внимание, ожидают явления нашего Господа и трудятся для Него. Другие же быстро становятся в ряды первого великого отступника. И кто же он? Это сатана. Но в эти последние дни сатана действует посредством или посади земных властей. Верно? Давайте продолжим читать. Одни ожидают Бога в человеческом облике, и сатана представляет им того, кого они хотят видеть. Многие будут настолько обмануты вследствие и отвержения истины, они будут что? Обмануты. Почему? Из-за отвержения истины. Вернемся к слайду. Что примут самозванца. Человеческое будет принято как божественное. Еще раз, человеческое будет принято как божественное. Разве это не то, что Папа здесь сказал? Новый гуманизм. И дальше он говорит, что нам нужно поставить человека в центр. И говоря так, он ссылается на себя. Он должен быть в центре этого глобального пакта ради нового гуманизма, братства и интеграции. А моя Библия говорит мне выйти из Вавилона и не быть в единстве с ним. Верно? Человечество обмануто из-за нехватки библейской истины. Папа призывает всех следовать за ним. Но что сказал Христос? Давайте откроем 4 книгу Матфея 18 стих. есть Христос и Антихрист. Один говорит всему миру следовать за ним, объединиться. Но Библия говорит, что те, кто любит Бога и Его закон, не присоединятся к такому заговору. и 4 глава Матфея мы говорим о покаянии и следовании за Агнцем. Иисус здесь говорит, «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, кого? Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его. И что они тогда делали? Закидывающих сети в море. И почему? Ибо они были рыболовы. Это было их занятие. И затем в 19 стихе Библия пишет и говорит им, какие слова дальше стоят? «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Еще раз, что Он сказал? «Идите за Мною». Как мы недавно говорили, эти слова Иисус говорил многим. «Идите за Мною». И затем Библия пишет в 20 стихе, «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним». Иисус ничего им тогда не обещал. Он лишь сказал, «Идите за Мною». Так что это значит идти за Иисусом? Мы уже посмотрели на контекст, но что это значит? Давайте откроем 16 главу того же Евангелия. Мы уже посмотрели на контекст касательно этого вопроса, что это значит идти за Иисусом. Итак, посмотрим на 24 стих. «Когда Иисус сказал ученикам Своим», обратите внимание, «Если кто хочет идти за Мною», то есть то же самое, верно? «Отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Другими словами, Иисус говорит, «Вот что значит следовать за Мною?» «Оставить все». Разве не это сделали ученики? Они все оставили. Мы это только что прочли, что они тотчас оставив сети, и контекстом здесь, в оставлении сетей, значит, что они оставили свою деятельность, то, как они зарабатывали на жизнь, для своего существования и для своих семей. Они оставили что? Все. И после того, как они все оставили, Иисус говорит, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Другими словами, это то же самое, что мы прошли в третьей главе деяний недавно. «Покайтесь и обратитесь». Это то, что говорит Иисус. Потому что отвержение себя это отказ от желаний плоти. и чтобы стать новым человеком во Христе и Иисусе, за кем мы должны следовать? Держите, пожалуйста, этот вопрос в голове, покуда мы будем двигаться дальше. За кем мы должны следовать? За Христом или за своим «Я»? Кто в некотором отношении будет антихристом? Вы ведь помните, есть три врага в это последнее время. Кто они? Эго, грех и сатана. Нашим наибольшим врагом является непапство. Аминь? Наш наибольший враг это наше эго. Христос не сказал, что если кто желает идти за мной, отвергнись папство. Он не сказал так. Он и не сказал «отвергнись сатаны». Но что еще раз он сказал? «отвергни себя». Вы помните, что говорится о своем «Я»? Отвергни себя, а затем греха, а затем сатаны. Потому как то, что мы здесь видим, когда Христос говорит «возьми крест свой», что поместили на крест, на котором распали Христа? Что на нем поместили? очень хорошо, грех там был указан. И что он с ним сделал? Как вы помните, его похоронили в гробнице. То есть он прибил мой и ваш грех на крест, а затем похоронил его в гробнице. Аминь? И он вернулся новым человеком. Так же, как и опыт переобразования, который нам нужно испытывать каждый день. Не один раз, когда мы приняли Иисуса как своего личного спасителя, но каждый день. Потому что та работа, которую Иисус здесь призывает нас, это не что-то одноразовое, но ежедневное умерщвлять свое Я. И следовать за Ним, что значит следовать Его примеру каждый день. Вот что значит идти за Иисусом. И затем в 25 стихе он говорит, в английском варианте, ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот обретет ее. И что это за жизнь? Та ли это жизнь, которую мы сейчас проживаем, а затем умираем, или это жизнь, которую Иисус обещал нам дать, кто желает Его явления, то есть это изобилующая жизнь. Так что это значит идти за Иисусом? Смотря например 144 тысяч из 14 главы Откровения 4 стиха, там говорится, что они не осквернились с женами, они следуют за Агнцем, куда бы он не пошел. Другими словами, когда мы смотрим на третью главу Даниила и видим трех юношей там, помните эти слова? следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Куда Христос отправил этих трех мужей? В огненную печь. Он отправил их в огненную печь. А куда Христос направил Даниила в 6 главе его книги? Куда? В львиный ров. Он ждал до самого последнего момента, когда львы уже были готовы открыть свои пасти, чтобы проглотить Даниила, тогда вмешался Христос. Он ждал до самого последнего момента, когда то пожирающее пламя уже было готово поглотить этих трех юношей, и только тогда он вмешался. Об этом говорит и сестра Уайт, что Бог будет проверять своих людей до предела. До предела. Бог будет ждать до последнего момента, что мы также читаем и о времени скорби Иакова. И также читаю из Труда Уоллен Уайт, что в последние дни, после принятия воскресного закона, когда его ведут действия, то враги Божьего народа окружат его и будут уже готовы поднять на них руки, и тогда придет Христос, чтобы избавить их. В последнюю секунду, вот когда он проявит себя. И поэтому также Иаков пишет нам, будьте терпеливы, братья, ожидая пришествия Господа. Будьте терпеливы, аминь, будьте терпеливы. Мы до этого задавали вопрос, что если бы у вас было 15 дней, что если бы вы знали, без тени сомнения, что у вас есть 15 дней, стали бы вы смотреть на свою жизнь как на пар, подчинили бы все Иисусу. Спросили бы вы Христа, где этот крест, я желаю понести его уже сейчас, или бы вы стали делать что-то противоположное. Время отречься от своих грехов, братья и сестры. Он осталось мало времени, чтобы сделать это. Бог даровал нам небольшую передышку. Этот всемирный пакт должен был быть подписан в этом мае, но теперь он отложен до 11 октября. И в соответствии со статьей, которую мы только что прочли, он будет подписан 15 октября. Так как вы думаете, сколько времени у нас осталось? К тому же, о чем нам должен напомнить месяц октябрь? 1844. И что приходит на ум? Какой текст из Библии должен прийти на ум? 10 глава Откровения, которая связана с великим разочарованием 1844. И что еще? Даниила 8.14 о 2300 днях и тогда святилище очистится. И что еще? 25 глава Матфея. Пять неразумных и пять мудрых дев. Полуночный крик. Вы помните об этом? 1844. Это был полуночный крик. Выходите. Что? Навстречу Ему. Как мы должны выходить навстречу Ему? Не в таком непристойном состоянии. Верно? Как мы должны выходить навстречу Ему? Сейчас время подготовки. Нам было дано небольшое время передышки. Откройте 2 Коринфянам сейчас. Пятую главу. 2 Коринфянам 5. Повторюсь. Что нам необходимо делать в это время? Посмотрим на 10 стих. Сейчас время подготовки. Выходите навстречу Ему. Итак, «Ибо всем, как многим всем, нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Как многим должно явиться предсудилище Христова? Всем. Каждому. Но помните, что прежде чем мы перейдем ко всем, существует своеобразие, что значит каждый из нас должен лично явиться предсудилище Божье. Я не могу помочь вам. Вы не можете использовать меня как отговорку, чтобы не готовиться. Вы не можете сказать, «Этот парень, Эммануил, не рассказал мне этого или того». Вы не можете так сказать. Необходимо иметь личное отношение с Иисусом Христом. С самого начала этой серии мы фокусировались на Иисусе Христе. Сегодня очень схоже с тем, что говорят католики, люди указывают нам на то, чтобы следовать за организацией. Но мы направляем вас к Иисусу Христу. Во время фарисеев также существовала организация. И ту же систему мы видим в католицизме. Следовать за человеком греха. Нет, необходимо следовать за Иисусом Христом. Аминь. И мы не будем разочарованы. если будем следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Да, мы можем натолкнуться или пройти через некоторые препятствия. Верно? Дорога может быть неровная и узкая, как сказал Иисус. И это тот путь, по которому мне и вам необходимо идти, для того, чтобы избавиться от пятен греха в наших жизнях. От всего, что оскверняет нас и что мешает нам видеть Господа лицом к лицу. Никто не сможет стоять перед этой славой в своем грешном состоянии, когда Христос вновь придет. Нечестивы, как говорит Библия, будут истреблены явлением пришествия Его. Верно? Откройте сейчас послание к Ефесянам. Шестую главу. Еще раз. Всем должно явиться предсудилище Божье, но вопрос в том, как мы явимся пред Ним. Итак, посмотрим на восьмой стих. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал, раб ли или свободный». Еще раз. «Каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал». И вопрос, который задали ученики. «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою». На самом ли деле они оставили все? Да, это так. «Мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» И что сказал им на это Христос? Откройте снова 16 главу Матфея. Перейдем сразу к 27 стиху. Христос говорит. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего и с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Как придет Сын Человеческий во славе Отца? А что это за слава? Это его характер, верно? Это тот свет, который испытал Моисей, когда он увидел лишь только со спины Бога. И когда он спустился с горы, Израиль не мог смотреть на лицо Моисея, потому что оно сияло. Аминь. Оно сияло, они не могли смотреть на Него, потому что они все еще были в грехах. Мы не сможем созерцать эту славу в своем грешном состоянии. Обратим еще раз внимание на слова Христа. Вы помните, что Он сказал ученикам? Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, то что ему необходимо сделать? Отверни себя и возьми крест свой и следуй за Ним. А что призывает папство делать сегодня весь мир? Следовать за собой в эти последние дни, но выбор за нами. Вернемся к некоторым статьям. Это из IT News. Заглавие. Ватикан присоединяется к IBM Microsoft, чтобы призвать к чему? К регулировке распознавания лиц. То есть папство присоединилось к чему? К IBM. И дивилась вся земля, следя за зверем. Система распознавания лиц. Вы помните, что мы также изучали вопрос покупки и продажи? И то, как подобные технологии они будут использовать, чтобы люди приняли начертание зверя. Видите ли вы, как это связано с тем, что продвигает папство? Вернемся к статье. Конференция в Риме стала ближайшим примером того, как Ватикан старается оставаться на передовых позициях в вопросе технологий и социальных задач для того, чтобы повлиять на пионеров будущего, вне зависимости от их религии. Вне зависимости от чего? Вне зависимости от их религии. Представители Ватикана заявили, что могут предоставить материал для возможного документа папы по искусственному интеллекту. Также, как и встречи с учеными, помогли сформировать знаменательную энциклику папы римского в 2015 году Лаудата Си по вопросу охраны окружающей среды. То есть, есть начертания зверя, которым является его Лаудата Си, что он продвигает, и технология, которую они будут использовать для того, чтобы заставить это принять. И мы к этому не готовы. Обратите внимание, следующая статья из новости Ватикана за 3 марта 2020. Папа Франциск пригласил церковь отпраздновать что? Неделю Лаудата Си. В связи с пятой годовщиной публикации энциклики Лаудата Си, какой мир мы хотим оставить тем, кто придет после нас, нашим детям, которые подрастают, спросил Папа Франциск в своем видеообращении. Мотивированный этим вопросом, говорит он, я хотел бы пригласить вас принять участие в неделе Лаудата Си, которая состоится с 16 по 24 мая 2020 года. Это всемирная кампания по случаю пятой годовщины энциклики Лаудата Си с заботой о нашем общем доме. Что ж, те из вас, кто хорошо знаком с книгой «Великая борьба», мы уже говорили о том, как христиане начали идти на компромисс, соблюдая оба дня линдели. И постепенно они стали поклоняться не в субботу, но в воскресенье. Это началось как нечто одноразовое, а затем постепенно это стало еженедельным. И это именно то, что здесь продвигает Папа. Давайте отпразднуем Лаудата Си, которая, повторюсь, призывает к соблюдению воскресного дня. Это видео, которое он недавно выложил, и где он призывает к этому мероприятию. Какой мир, он говорит, вы хотите оставить своим детям? Весь мир заодно с этой повесткой по изменению климата. Бог сейчас сдерживает ветры борьбы ради меня и вас. Как говорит нам откровение 7 глава с 1 по 3 стихи, «Доколи не положим печати на челах рабов Бога нашего». Но также помните, что это не только из-за запечатления Божьего народа, но также для того, чтобы дать нам время, как говорит Дух Пророчества, чтобы закончить работу. Это не только работа по предупреждению мира, но также это и работа подготовки, чтобы убедиться, как говорит Давид, «испытай меня, Господи, и зри, не на опасном ли я пути, и что еще? И направь меня на путь праведности», в английском варианте. Это работа самоисследования, неделя лауна таси. Вы помните это заглавие, на которое мы недавно смотрели? Коронавирус побуждает Ватикан отложить два великих мероприятия. И мы уже посмотрели на эти два великих мероприятия, поэтому давайте посмотрим видео. Из-за значительного влияния вспышки коронавируса в Риме уже на протяжении трех дней закрыта главная церковь. Сейчас даже важные мероприятия Ватикана, которые разрабатывались месяцами, были отложены. Одним из них является долгожданная экономика Франческо. Идея являлась призвать тех, кто желает сформировать экономику будущего и создать договор с ними, чтобы изменить этот мир. Папа желал привлечь к нему людей, потому что у них все еще есть и хотят привнести. И посмотрите следующее. Мероприятие пройдет в Осизе в ноябре 2020 вместо марта, как планировалось изначально. Ожидается, что Папа выступит перед двумя тысячами участников, которые представят 150 различных стран 21 ноября. Но это еще не все. Всемирный договор по образованию, изначально назначенный на май, был перенесен на даты с 11 по 18 октября. Ватикан пригласил религиозных, культурных и политических лидеров со всего мира, чтобы исправить то, что Папа называет разрушенным всемирно-образовательным пактом. Образовательный пакт не должен быть простым сводом правил. Он не должен быть реконструкцией позитивизма, который мы получили от просвещения. Он должен быть революционным. Новый пакт будет подписан 15 октября. Новый пакт будет подписан 15 октября. И все же адвентисты седьмого дня не готовы. И частью этой причины является то, что множество волков находится среди нас, которые ввели стадо в сон. Обратите внимание, что вдохновенное перо здесь нам пишет. Это из знамений времени за 17 января 1884 12 параграф. Они будут указывать на бедствия на суши и море, на штормы, наводнения, землетрясения, разрушения в результате пожара, как на суды Божьего недовольства, потому что что? Не соблюдается Свято Воскресенье. Эти бедствия будут все больше увеличиваться, одна катастрофа будет следовать за другой. И те, кто опустошили закон Божий, будут указывать на тех немногих, немногих, эти слова должны эхом отдаваться в наших головах. Это и в самом деле будут лишь немногие, не большинство. Снова. Немногих, кто соблюдает Шаббат, четвертую заповедь, как на тех, кто навлекает на мир ярость. Это ложь, уловка сатаны, чтобы поймать в ловушку неосторожных. То есть, бедствия будут увеличиваться по мере того, как они будут продвигаться в принятии Воскресного Закона. И по мере того, как эти бедствия будут увеличиваться, то против кого люди обратятся? Против Божьего народа. И как они будут нас называть? Какие имена, как вы полагаете, они будут нам давать? Экстремисты, террористы, нарушители порядка, отрицатели изменения климата. Обратите внимание на эту статью. Это из ЮНЕСКО. Преступления против климата должны быть привлечены к правосудию. Разве это не то, что мы только что здесь прочли? И дальше. Преступления против климата должны быть привлечены к правосудию. Отрицание проблем с климатом увеличило риск катастрофических глобальных изменений. То есть, что увеличило этот риск? Те, кто испытывает в кавычках глобальное потепление, изменение климата. Но в ИСАИ-24 пишется, то, что сейчас испытывает планета, проблемой является грех. Потому что, как пишется в ИСАИ-24, «Ибо они нарушили Вечный Завет». Это то, что сейчас испытывает мир. Но все же, как сестра Уайт говорит нам здесь, они обвинят в этих бедствиях верный остаток, потому что он не соблюдает воскресенье. Давайте продолжим читать. Следует ли применять международное уголовное право против тех, кто пропагандирует это опасное направление? А что это за опасное направление? Отрицание проблем с климатом или несоблюдение воскресенья? Должны ли мы использовать уголовное право для борьбы с изменением климата? Нынешнее положение людей, живущих в эпоху антропоцена, способно нанести ущерб окружающей среде и разрушить ее так, что человечество может что? Вымирить. Дальше говорится. Ущерб, который наносит отрицатели проблем с климатом, отвратителен и им нет оправдания. Пришло время. Какое время? Пришло время преследовать их за пастерицит. Я предложил расширить международное уголовное право, включив в него новое уголовное преступление, которое я называю пастерицитом. Это преднамеренный или опрометчивый образ действий, способный привести к исчезновению человечества. Пастерицит совершается, когда человечество подвергается риску исчезновения из-за образа действий, совершенных либо с целью вымирания человечества, либо сознанием того, что такой образ действий может оказать этот эффект. Другими словами, если я не верю в изменение климата, тогда я столкнулась с международным правом. Что мы только что прошли в 13 главе Откровения? Весь мир будет девиться, следя за зверем, и будет преследовать прочих от семени жены. Вот вопрос. Еще раз, что стоит за изменением климата? Воскресный закон. Это явно, верно? Что стоит за изменением климата? Воскресный закон. Что ж, это то, что нам, адвентистам седьмого дня, было сказано ожидать. Движение воскресного закона. Нам было сказано, что воскресный закон прокладывает себе путь во тьме. Он прокладывает себе путь во тьме в различных формах, прикрытый под различной тематикой, и климатическое движение это одно из них. И это уже даже не во тьме, потому что Папа об этом явно сказал. И я уже показывал множество других статей, где они говорят, что решением климатических проблем является соблюдение воскресного дня. В одной статье из Гардиан говорилось, остановка воскресения является единственным решением, чтобы справиться с глобальным потеплением. Таким было заглавие. Остановка воскресения является единственным решением, чтобы справиться с глобальным потеплением. И все же, обратите особое внимание, это из адвентистского журнала. за 25 января 2020, что адвентисты говорят, опять же, о климатических изменениях. И это Лорен Сейбл, который является главным редактором Adventist Today. Его вы видите справа. То есть этот человек не является обычным незаметным пастором. Он главный редактор Adventist Today. И он также является действующим пастором одной из адвентистских церквей. И что же ему следовало бы говорить о вопросе климатических изменений? Еще раз. Что адвентисты говорят о климатических изменениях? И он в этой статье, если вы ее внимательно прочтете, упоминает некоторые вещи, о чем некоторые адвентисты говорили по вопросу климатических изменений. А затем он будет убаюкивать. Смотрите. Сейчас с планетой может происходить нечто, что нам все труднее объяснить. Почему? Потому что это, как утверждается, является собственной ошибкой человечества. И, возможно, это можно предотвратить как нашим своевременным вмешательством. Хотя церковь сделала несколько заявлений по этому вопросу. Он говорит, что церковь сделала несколько заявлений. У нас нет времени, чтобы вспомнить все заявления, которые Генеральная конференция делала по вопросу изменения климата. Так что, позвольте, я просто просуммирую их для вас. Они заодно с повесткой Дня Папства по вопросу климатических изменений. И через мгновение я вам это покажу. Давайте продолжим. Меня интересовало то, что я слышал от многих адвентистов об этом. В обсуждениях на субботней школе и за совместными обедами. Например, это способ ведения воскресных законов. Это то, что он слышал от некоторых адвентистов. Некоторые адвентисты говорят, это способ ведения воскресных законов. Но что он говорит? Вы помните, он является лидером в церкви. Что ж, для ясности, говорит он, Франциск говорил, что он хочет, чтобы люди были в церкви по воскресеньям. Что говорил Франциск в соответствии с ним? Он только лишь говорил, что хочет, чтобы люди были в церкви по воскресеньям. Он не пытался вести воскресный закон. И дальше. Точно так же, как мы хотим, чтобы люди были в церкви по субботам. Франциск не предъявляет никаких требований или угроз. Давайте просто вернемся ко сну. Просто вернитесь ко сну. Не беспокойтесь об этом. Когда на самом деле будет воскресный закон, мы вам об этом скажем. Но это время никогда не наступит. Это простое соблюдение, пастырский призыв. Он говорит, что это то, о чем говорил Папа. Существует мало шансов, что наш светский мир будет останавливаться каждое воскресенье. Существует что? Мало шансов. И это церковь. Вы ведь помните, что мы говорили о двух церквях. О церкви воинствующей и церкви торжествующей. И это церковь воинствующая. Ничего не происходит. Не беспокойтесь о проблеме греха, другими словами. Не беспокойтесь об этом. Не надо никому готовиться. Жизнь продолжается. Не стоит бить тревогу. И мы видим тех, кто говорит, оставайтесь в ковчеге, возвращайтесь в церковь. В какую церковь? В церковь, которая водит вас в сон? В церкви конфессии? Что ж, у Бога есть церковь, говорит сестра Уайт. Это не большой собор. Это не учреждение. И это не организация. Кто же она? Это мы с вами. Верно? Это мы с вами. Которые имеют веру в Иисуса и соблюдают Его заповеди. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И все же есть люди, которые, будучи обмануты врагом человеческих душ, говорят, что мы должны вернуться в церкви конференции. Это обман, братья и сестры. Библия говорит нам следовать за Иисусом. Где были ученики, когда подошел Христос к ним и сказал, идите за Мною? Где они были? С церквями конференции? Да, они были под фарисеями. Когда Христос сказал им, идите за Мною. Матфея 4 и Деяния 4. Вы можете вернуться и прочитать еще раз. Он пришел на заре, пристал перед конференцией, и она отвергла его. И затем он пошел, чтобы найти 11. Он не призывал Иуду, Иуда вызвался сам. Он призвал 11 и сказал, идите за Мною. И, как говорит сестра Влайт, трехангельская весть не была дана лидерам для ее провозглашения. Она была дана обычным людям. Как и у фарисеев, отвергшись истину, Бог оставил их. Попробуйте пойти и проповедовать трехангельскую весть в церквях конференции. Они вас выгонят. Они не желают этого слышать. У меня был этот опыт. Они не желают этого слышать. Попробуйте пойти и проповедовать трехангельскую весть там. Ученики не могли проповедовать истину для настоящего времени внутри церквей конференции в те времена. Их бы выгнали. Поэтому они должны были стать независимыми. Аминь. Чтобы иметь возможность проповедовать истину, какова она есть в Иисусе Христе, свободно, понимаете, следовать за Иисусом, а не организацией. Давайте вернемся к слайду. Существует мало шансов, что наш светский мир будет останавливаться каждое воскресенье больше, чем сейчас. Если бизнеса будут закрываться по воскресеньям, что нам с того? Мы поклоняемся в субботу. Другими словами, нет нужды бить тревогу. И дальше. Упоминание Франциска об Иудейской субботе, которую мы соблюдаем, должно успокоить наш разум. Мы могли бы даже поаплодировать, говорит он, его высказывание о том, что шаббат истоляет наши отношения с землей, поскольку он и природа, традиционно идут рука об руку, и для нас также. Но какой шаббат продвигает Франциск? То, что они называют первым днем недели, или воскресеньем. Смотрите. Как вы помните, он вначале упоминал заявления церкви, то есть заявления Генеральной конференции. Дело в том, что они всегда ассоциируют церковь с Генеральной конференцией. Но Генеральная конференция – это не церковь. Те заявления, которые она делала по вопросу изменения климата. Обратите внимание на одно из них. Заглавие из журнала «Спектрум» за 4 октября 2019. Официальное заявление Адвентистской церкви по вопросу «Изменение климата, окружающей среды и распоряжение планеты». Кто? То есть, это уже не Библия, и это официальное заявление Генеральной конференции. Ученые предупреждают, что постепенное нагревание атмосферы в результате человеческой деятельности повлечет за собой серьезные последствия для окружающей среды. Климат изменится, и проявится через увеличение штормов, наводнений и засух. Чтобы сохранить изменения климата в сносных пределах, обратите особое внимание, что говорит Генеральная конференция, выбросы парниковых газов, в особенности углекислого газа, СО2, должны быть значительно сокращены. Вопрос. Что такое СО2? Который, как они здесь говорят, должен быть значительно сокращен. Что такое СО2? Что такое углекислый газ? Так как вы и я сейчас дышим, то что мы выдыхаем в атмосферу? Углекислый газ. СО2. Так что говорит Генеральная конференция? Нам нужно это урезать. Контроль численности населения. Это всегда являлось тем, что стоит за вопросом изменения климата. Урезать углекислый газ, избавиться от счастья людей. И поэтому существует этот коронавирус. Урезать СО2, то есть задержите дыхание и не дышите. Это заявление Генеральной конференции Адвентистов 7 дня. И вот еще одно утверждение. Это из Adventist Review. И как вы знаете, Adventist Review под руководством Генеральной конференции. Согласны ли адвентисты с Паппой Франциском? И каков ответ? Доказательства в значительной степени опираются на изменения климата. Обратите внимание. Доказательства, которые мыслящие люди, включая протестантов и адвентистов, могут поддерживать. Мыслящие люди. То есть ваш мозг должен очень хорошо функционировать, чтобы верить в изменение климата. Это то, что они здесь нам говорят. Если вы не верите в изменение климата, то вы глупый человек. И дальше. В вопросе об изменении климата вдумчивые адвентисты не будут спорить с Папой Франциском. То есть мыслящие адвентисты, умные адвентисты присоединяться к движению Папы Франциска. А глупые будут продолжать свято соблюдать субботу Господнюю. Слушай, давайте вернемся к Сейболу. Дальше он говорит. Но как возможно ободрать напуганных верующих? Она была слишком хороша, чтобы ее упустить. Заговорщики, как он их называет? Заговорщики, превратили это в Папа Римский использует изменение климата в качестве предлога, чтобы заставить мировые правительства ввести воскресные законы. Так сказать. Если бы только Франциск мог знать, какой подарок он предоставил адвентистам седьмого дня. Одним предложением он поднял не только нашу самодовольную ярость, но и миллион долларов для евангелистов-адвентистов. То есть он насмехается над всем этим. И обратите внимание, что он говорит дальше. «Странно, но то, какое возвышенное место занимает Папа в нашей пророческой схеме, делает его вдохновенным голосом среди нас». Многие адвентисты воспринимают каждое слово, исходящее из уст Папы, так же серьезно, как и слова Божьи. Библия, обратите особое внимание, Библия ничего не говорит о воскресных законах. Что ж, и в такие церкви некоторые обманутые лидеры говорят вернуться. Вы ведь помните, у этого человека тоже есть собрание. И он проповедует там каждую субботу. Вы можете себе представить, как этот человек находится здесь и говорит нам, что Библия ничего не говорит о воскресном законе? Не беспокойтесь, а нам говорили вернуться в такие церкви. Верно? А что произойдет дальше? Когда выйдет воскресный закон? Нам уже тогда промоет мозг, и мы поверим, что нет ничего такого, как воскресный закон. И мы начнем соблюдать так же воскресенье. Мы уже не будем замечать никакой разницы между воскресеньем и субботой. Молитесь за тех обманутых, кто уговорит вам вернуться в ковчег, чем бы он там ни был. Библия ничего не говорит о воскресных законах, национальных или международных. Но она много говорит о том, чтобы не жить в страхе и умышленно не истолковывать неверно слова других. То есть, мы неверно истолковывали слова Папы и его призыв. У него хорошее намерение, он такой милый, он на самом деле не может навредить кому-то. Вы помните, как Библия описывает эту власть в 13 главе Откровения? Нет, в 13 главе не Даниила, это в Даниила она названа Малым Рогом. В 13 главе Откровения она названа Барсом. Может ли Барс изменить свои пятна? И сестра Уайт описывает эту власть так же, как Хамелеона. Как Хамелеона. Она меняет свои цвета, она подстраивается под окружающую среду, но затем она кусает, как змея. Это конечный результат. И мы видим, как лидеры заодно с этим. Они говорят, что когда речь заходит о вопросе изменения климата, то адвентисты, нет, позвольте так, вдумчивые адвентисты не будут спорить с Папой Франциском. Я бы, в самом деле, лучше был бы не очень умным адвентистом. Аминь. Я бы лучше был достаточно глупым адвентистом, чем следовал за зверем. Лучше я буду следовать за агнцем, куда бы он ни пошел. Вы помните, что апостол Павел говорил, он говорил, мы безумны Христа ради, потому что мы готовы пожертвовать всем, чтобы следовать за Иисусом Христом. Даже когда мы не видим обетований. Не будьте глупцами, это то, что этот человек говорит нам, следуйте за зверем. Обратите внимание, что говорится на слайде. Все в нашем мире находится в состоянии возбуждения. Грядущие события уже дают о себе знать. Знамения времени воистину зловещи. Сколько? Ни на что человеческое или земное положиться нельзя. Четыре ангела пока сдерживают ветры. Бог милостиво дает нам обратите внимание на слово отсрочку. Все наши физические, умственные, нравственные способности, дарованные Богом, нужно свято беречь для предназначенной нам работы с ближними, погибающими в немедлении. Предостережение должно достичь всех частей мира. промедления, что не должно быть. Что является частью предупреждения, братья и сестры? 18 глава Откровения сказано, «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Какое послание этот ангел нес? Повторюсь, это слово ангел, ангел из посланник. Так, какое послание этот ангел нес? Пал, Вавилон. Это предупреждение, которое нам нужно нести в мир. Даже сам Бог в 14 главе, начиная с 9 стиха, вести 3 ангела дает это предупреждение. Кто поклоняется зверю и образу его, то что произойдет? Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его. Это предупреждение, которое нам нужно презентовать миру. Но вместо того, чтобы призывать людей выйти из Вавилона, мы говорим, что не спорим с Папой Франциском в вопросе воскресного закона посредством изменений в клеммоте. Давайте идти за Иисусом, братья и сестры. Открыть сейчас Евангелие от Марка 10 главу. Не следуйте за организацией, они ведут вас в заблуждение. Большинство людей были не готовы к первому пришествию Иисуса Христа. Они были сбиты с толку, потому что их взоры были направлены на организацию, несмотря на то, что у них была Библия. У них были их Библии, но они их не читали для себя. Они не пользовались ими как следовало. И по этой причине большинство наших собраний сегодня или же членов сегодня даже не знают, что такое образ зверя. Они даже не знают, кто такая Эллен Уайт. И я показывал вам это уже ранее. 10 глава Марка. 17 стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто, обратите особое внимание, пал пред ним на колени и спросил его учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Кому нам должно бежать к Иисусу Христу? Он подбежал к Иисусу и спросил его, почему же он не побежал к организации? Он побежал к Иисусу и задал очень важный вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И что Иисус ответил ему? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжестведительствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. И что тут ответил? Все это сохранил я от юности моей. Чего не хватает и мне из того, что Иисус сказал ему? Чего? 21 стих. Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Оставить все позади. Давайте посмотрим еще на один стих, касательно того, чтобы следовать за ним. Также в Евангелии от Марка, 10 главе, но в 28 стихе. И начал Петр говорить ему, вот, мы оставили сколько? Все, и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия придет скоро время, когда некоторым из нас нужно будет оставить кого-то, чтобы следовать за Иисусом. Если нам придется принять решение такого рода, оставить кого-то из наших любимых, жену, сына, мужа, дочь, мать, отца, чтобы следовать за Иисусом, то что тогда заставляет нас думать, что мы не можем оставить организацию? Задумайтесь об этом на мгновение. Некоторые люди держат со всей душой больше за организацию, чем за близких, как будто организация спасет их. Речь идет о Генеральной конференции адвентистов седьмого дня, которая находится в глубоком вероступничестве. И тут ковчег, в котором они говорят нам оставаться, он даже не тонет. Он на самом дне расщелин на океан и никогда не всплывет на поверхность вновь. И нам тогда просто придется задержать дыхание и не дышать. И как долго? И дальше Христос говорит, «И не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель, и в и в веки грядущем жизни вечной». Нам нужно пройти через гонения. Вы помните, что сказал Павел, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Что бы мы не оставили ради Христа, будь то материальные вещи или наших близких, друзей, Бог заменит это. Если мы претерпим все до смерти ради Него, Он заменит это. Да, придет время, как говорится в 21 главе Откровения, когда не будет плача, и Он также говорит, что отрет всякую слезу сочей. Так что это значит следовать за Иисусом? Это значит оставить все, иногда даже любимых. Что ж, давайте посмотрим на последний текст и закончим. Откроем Евангелие от Луки 9 главу. Опять же вопрос, который мы задали в начале, что значит следовать за Иисусом? Посмотрим на 57 стих. Посмотрите на последние стихи этой главы. Это, кстати, самая длинная глава в Евангелии. случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я о чем говорится дальше? Пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Он обращался к Иуде. И дальше в 59 стихе говорится, «А другому сказал». Какое слово стоит дальше? «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца Моего». А что мы только что прочли? Иисус говорит, что это тоже нужно оставить. И затем, «Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй царствие Божие». Так, опять же, что это значит следовать за Иисусом, оставить все? Следующий стих. «Еще другой сказал, «Я что, пойду за Тобою, Господи, но прежде позволю мне проститься с домашними Моими?» Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Повторюсь, имеет ли для нас смысл возвращаться в организацию, которая отступила? Когда в то же время Иисус говорит нам даже оставить близких. Бывает, готовы оставить близких, чтобы следовать за организацией вместо Иисуса Христа, братья и сестры. Иисус является путем истинной и жизнью. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. За кем мы должны следовать? как в Псалме «Я буду следовать за Тобою Мой Спаситель». Почему? Потому что Ты отдал так много ради Меня. Организация так не поступала. Только Христос сделал это для нас. Мать, отец, сестра, муж, жена не могут заплатить цену, которую мы задолжали Богу из-за наших грехов, из-за Моих грехов. Только Христос сделал это для нас. Так что давайте же следовать за Иисусом, куда бы Он ни пошел. Помолимся. Наш любящий Небесный Отец, помоги нам, Господи, иметь эту страсть в Своих сердцах, следовать за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Быть готовыми оставить все. И как говорит апостол Павел, быть подражателями Ему, как Он Христу. И Его жизнь также была примером того, что значит отречься себя. Помоги нам, Господи, нести Свой крест каждый день и идти за Тобою, ни за кем другим, но за Агнцем, который взял грехи мира, за тем, кто придет вновь очень и очень скоро, чтобы положить конец страданиям из-за греха, которые мы испытываем вот уже шесть тысяч лет. Мы благодарим Тебя за надежду, которую Ты нам дал, покуда Ты, Господи, не придешь в облаках Своей славы. Мы молим, чтобы каждый из нас здесь был найден верным и был среди святых, которые с радостью будут встречать Господа, когда Он придет вновь. прости нас, Господи, за все наши грехи. Во имя Иисуса вам молим. Аминь. Редактор субтитров